всем привет наверное вы замечали что часто в интерьерах используют плитку вот такого формата с таким рисунком на подобие мрамора вот иногда человек хочет в таком же рисунке сделать себе стену вот когда обращается к мастерам то часто слышит ответ что но мы не умеем делать венецианку вот поэтому наверное венецианка в наше время стало немножко таким не ходовым товаром то есть ее редко берут потому что мастера часто не умеют делать вот давайте вам покажем как мы реализовали данный рисунок из венецианской штукатурки и возможно у вас точно также без проблем это получится и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Для того чтобы сделать вот такой вот рисунок Мы взяли венецианку Ту же которой мы работали Разбавляем ее водой Хорошенько так разбавляем Чтобы просто была цветная вода И в эту водичку мы добавляем немножко В нашем случае черного пигмента Хотите допустим коричневой прожилки Добавляем чуть коричневого И работаем как акварелью Сначала мы проходим светлые места То есть прожилки которые у нас светленькие Мы проходим в первую очередь Вот затем добавляем немножко опять же пигмента Затемняем и наносим еще прожилки Потом еще раз затемняем и наносим новые прожилки То есть таким образом у нас получается более такой вот детализированный рисунок Вот опять же после того когда все это высохло Можно немножко пройтись опять же кельмой Как бы сгладить из Потому что в любом случае будут какие-то может быть потеки Вот кельма это вот значит уберет И уже после этого можно приступать к нанесению воска Воск мы используем фирмы Фейдл Пастообразный Потому что их несколько видов Мы конкретно используем вот этот Вот этот воск называется Перфект И его уже наносим на высохшую полностью стену Наносим опять же кельмой То есть у нас для работы вот единственный инструмент Это наборной шпатель и вот такая венецианская кельма Главный критерий что у нее должна быть очень хорошая качественная кромка То есть чтобы не было никаких зазубрин Предварительно наждачка нужно ее короче подготовить Вот И вот этим инструментом воск наносится Наносится тонким слоем Чуть-чуть положили Сразу сняли Положили и сняли Ну в принципе на видео я думаю это вот чуть дальше вы увидите Вот И воск нужно нанести минимум два слоя Потому что один слой не даст практически Ну эффект будет Но все равно будут определенные матовости Вот поэтому наносится минимум в два слоя После чего то есть нанесли опять же Зажелезнили при помощи кельмы И имеем вот такой вот рисунок Главная особенность этой работы в том Что она выполняется по сути при помощи обычного инструмента Мы не используем ни шлифмашины Ни полировочной машины Только кельма и венецианская штукатурка И как говорится без шума и пыли Начинаю действовать без шума и пыли Не полно утвержденному плану Усю Вот В этот момент вы можете подписаться на канал А если вам интересно как это нанести Так сказать на картинке Для закрепления результата Смотрим дальше То есть мы имеем ровную стену Которую нужно прогрунтовать Мы используем обычный акриловый грунт Для обеспыливания То есть чтобы выровнять впитывальность Затем стена была покрыта кварцевой грунтовкой Опять же использовался мелкий кварцевый грунт Фирмы Фейдл Грунт наносится Желательно носить его валиком Чтобы была мелкая-мелкая шубка То есть первый слой наносится таким Довольно Жирным что ли Слоем Чтобы создать основу Даем ему немножко подсохнуть То есть он перестает блесеть Воду он уже отдал Стал матовым И в этот момент его можно пригладить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй слой наносится точно так же Скельмой Но уже мы как бы заполняем тот рельеф Который у нас был предварительно на первом слое Продолжение следует... Вот, и третий слой уже идет как бы полировочный. Для удобства работы, потому что венец это довольно-таки плотный материал, мы ее немножко разбавили с водой. Продолжение следует... Мы взяли венецианку, ту же, которой мы работали, разбавляем ее водой. Хорошенько так разбавляем, чтобы просто была цветная вода. И в эту водичку мы добавляем немножко, в нашем случае, черного пигмента. Хотите, допустим, коричневые прожилки, добавляем чуть коричневого. И работаем как акварелью. Сначала мы проходим светлые места, то есть прожилки, которые у нас светленькие, мы проходим в первую очередь. Затем добавляем немножко, опять же, пигмента, затемняем и наносим еще прожилки. Потом еще раз затемняем и наносим новые прожилки. И уже после этого можно приступать к нанесению воска. Воск мы используем фирмы FADL, пастообразный, потому что их нет несколько видов. Мы конкретно используем вот этот. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...